Привет всем! В телевизорах, лазерных принтерах, ну или факсах, ксероксах можно встретить вот такие симпатичные трансформаторы. Это высоковольтные трансформаторы, которые могут повышать напряжение. На них так и написано. Где-то тут у них ХВ есть. В общем, с помощью такого трансформатора делать высоковольтные преобразователи просто приятно. Мало того, в тех же телевизорах или других устройствах, которые вы разбираете, можно найти и диоды, и вот такие хорошие транзисторы, либо вот такие полевики, которые собраны уже вот в такую сборочку хорошую, симпатичную. Но это может оказаться редким. Я решил немножко обнаглеть и сделать все по-простенькому. Быстренько собрать повышающий преобразователь на вот таком вот трансформаторе. Потому как тут даже и думать ничего не надо. Все обмотки у него готовы. Давайте рассмотрим этот трансформатор-преобразователь. А он уже преобразователь. С помощью всего двух деталей я его в преобразователь превратил. Основные детали это, конечно же, транзистор в виде ключа. И вот такой защитный диод. Можно обойтись без него, а можно обойтись с ним и еще добавить сопротивление. Лучше всего раскачивать такие трансформаторы, конечно же, качером. Ну вот, например, таким как качерга. Это будет грамотно, это будет правильно, это будет хорошо. Но иногда это делать лениво, поэтому я сделал по схеме а-ля типа трехточка. То есть, самый простейший преобразователь, который раскачивается на одном транзисторе. Диод, как я уже говорил, служит одновременно и сопротивлением, и защитой. Если вы перепутаете полярность, а такой раскачиватель работает от батареечки в полтора вольта, то вот этот вот переход база-эмиттер у вас не попалится. То есть, если вы видите, цепь идет практически напрямую через диод на базу и через эмиттер на землю. Вот, собрали, или собрали, как там правильно. Собрали мы этот преобразователь, все. Значит, давайте поясню, что у него где. Вот тут вот можно увидеть, вот смотрите, так внимательно, я думаю, видно, что вот в данном преобразователе на входе двойная катушка, вот будет торчать четыре вот таких вот вывода, которым я подпаялся. Есть высоковольтные трансформаторы, у которых таких выводов три штучки, вот они даже цветами обозначены, то есть тут три катушечки. И надо будет все это учесть. То есть, если у вас попался такой, это я когда-нибудь потом расскажу, а вот если у вас попался такой с двумя катушками, тут надо будет подумать немножко, как их соединять. И вот смотрите, эти катушечки вот я соединил через один. То есть, проводочки надо будет прозвонить, посмотреть, где у вас катушки располагаются, либо выводы одной катушки здесь, здесь, либо вот здесь, здесь. Но, по-моему, чаще всего встречаются вот внутренние и внешние. И внутренние, и внешние, это одна и та же намотка, но только надо будет ее соединить крест-накрест, как я раньше рассказывал. Поэтому я соединил через одну. Вот у меня получилась общая точка. Где у меня тут общая точка? Вот у меня тут общая точка. Я сообразил так. Откуда взялись вот четыре этих ноги, которым я припаялся? А вот они. Раз, два, три, четыре. Четыре ножки, их надо было объединить. Так как эти ножки, конечно же, все торчат с одной стороны, поэтому я взял одну ножку и вот перевел вот на эту ножку. Но перевести вот пришлось с помощью вот этой проволочки. Я думаю, ее хорошо видно. Все, вот она общая точка. Общая точка у меня плюс, потому что у меня транзистор стандартный. Чаще всего встречаются вот эти транзисторы. Н, П, Н. То есть вот такой структуры и силовые ключи такие же. Подключили. Через диодик одну ножку завели на базу. Через диодик, вот через этот диодик, одну ножку завели на базу. Коллектор припаяли прямо к ноге обмотки. Тут видно даже тип транзистора. Он тоже из телевизора выпаял. И остался у меня эмитер. Все, вот у меня всего две точки, к которым присобачивается батарейка. Ну, а с помощью такого преобразователя, конечно, легко зажигать и светодиодные, и филаментные лампочки. Диоды подходят любые, транзисторы любые. Да и вообще эта схема такая, чисто поиграться. Но зато интересно. Вот давайте попробуем с помощью этой схемы эту лампочку поджечь. Поджечь, зажечь, разжечь или взорвать. Ну, вот так вот подключусь и посмотрим, что получится. Не уверен, конечно, что будет работать хорошо. Проверял, то ли батарейка села, то ли что. Но лампочка светится. А напряжение даже мерить неохота, потому что все-таки высоковольтный преобразователь может дать и киловольт. На всех этих преобразователях по маркировке можно определить, на что рассчитана вот эта вот высоковольтная катушка. Из разных секций как раз состоит та самая высоковольтная катушка, которая повышает напряжение. Из вот этих двух выводов мы высокое напряжение снимаем. В шокерах, в плазменных зажигалках, в искровых зажигалках, в зажигалках для электроплит система та же. И, по-моему, та же в этих мухобойках, которые электрические. Так, ну все, кажись, подсоединил. Пора, 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 пора. Порадуемся на своем веку. Провода мешают смотреть зрителям. Вот какие противные провода. Так, все. Вот сейчас я буду батареечку сюда подключать. Рыженький к плюсику. Это я специально его так обозначил. А не рыженький к минусику. Ну и посмотрим. Ну вот, там легкое такое свечение. Конечно, если выключить свет, то будет немножко поярче. А что, давайте выключим свет. Одну секундочку. Пригасим немножко. Сделаем сумеречную зону. Так. Где у меня там плюсик? Ну вот, лампочка. Загорается от полутора вольтовой батарейки. Ну и почему бы нам не дать побольше вольтов или вольтей. Вот две батареечки вместе. Это будет 3 вольта. Конечно, это будет харакири этому бедному транзистору. Он будет перегреваться. У него даже радиатора нет. Но мы посмотрим, насколько ярче будет гореть лампочка. Ну да, вот так вот оно куда интереснее. От 3 вольт лампочка горит хорошо. Правда, транзистор греется как утюг. Сюда, конечно, лучше какой-нибудь половичок или полевичок. Или, как я уже говорил, вот такие вот микросхемки. Если ставить, то они вообще не греются. И хороши в преобразователях. Ну или вот такой вот AD-ский транзистор. На нем AD-маркировка. Поэтому я его так и называю. Надо будет ролик про него нарисовать. Потому что адский транзистор по-адски работает. А на этом все. Я так думаю, схему, которую я обещал одному из своих зрителей, я нарисовал. Все простенько, хорошо. То есть, как включить вот такой вот небольшой повышающий трансформатор по-простому, по-моему, ясно и понятно. На этом все. Пока. До следующих встреч.